Привет! Всех приветствую на канале Марафон Здоровье и Разговорный Марафон. И уже 172 дня, как я хожу. Хожу, наслаждаюсь, набираюсь здоровья, и это 100%. 100% факт. Присоединяйтесь, выходите на ходьбу, это очень супер. А сегодня 1 апреля, глаза слезятся, наверное, много насмеялась, да? Уже много насмеялась, но нет. Просто не надо трогать глаза, если на руках крем. Разговорный марафон сразу, да? Сразу. И так интересно, я так думаю, 1 апреля, я столько шуток расскажу. Что-то не приходит ничего на ум. Вот бывает такое. Значит, шутки будут в следующий раз. Ну, в следующие разы, не обязательно завтра. А сегодня чуть-чуть хотела поговорить о нашей лени. Как мы ленимся. Я не исключение. Лень. А что мы, интересно, сама больше ленимся? Ну, каждый человек что-то ленится своё. Кто-то ленится... На работу ходит, да? Нет, если неинтересно, работа. Кто-то готовить не хочет. Кто-то убирать не хочет. Кто-то не хочет с детьми заниматься. Им мультики включили. И всё вот это вот перечисленное... Всё очень-очень плохо потом на нас сказывается. Про что именно сегодня? Про какое... Вот что мы ленимся готовить. Я когда рассказываю каким-нибудь своим подружкам близ... Близ... Близним под... Каким-нибудь ближним своим подружкам рассказываю. Вот. Заварите ту-ту травку. Они говорят, о боже, как это сделать? Это же очень сложно. Это же... Ой... Скажите, что сложно? Чайник вы всё равно ставите кипятить. Ну, бросьте щепотку травы в стаканчик и заварите. Я вот... Осуждаю их? Нет, конечно. Просто удивляюсь. Как можно быть таким ленивым? Для себя? Не для кого-то. Это не работа. Это не работа. Что вот, нужно, так сложно сделать и делать такую-то работу. Заварить себе травки, попить. Чтобы... Мало ли что там. Кому что нужно? Кому, чтобы живот не пучил. Вот они будут страдать. Страдать своим пучением, животом. В общем... В общем, давайте себя любить. Как можно себя не любить, чтобы себе что-то не сделать? Потом... Ну, глаза конкретно слезятся. Больше не буду. Больше глаза троять не буду. Нет, больше не буду кремом мазать. Так. Что еще? У меня... У меня... У меня... Не заикаемся, не тормозим. Переписывать не буду. Мне говорят... Зачем... Зачем... Покупать... Зачем готовить... Что-то, если можно купить уже. Действительно. Зачем? Зачем? Затем, что вы себя любите. Вот. Заготовить сейчас можно купить все, что угодно. Салаты. Порезанные. Ну, ладно, там кто-то ленится капусты наквасить. Салаты, винегреты, оливье и тому подобного. Все покупать в магазине. Ну, это вообще варварство. Вам же говорят. Передачи иногда все-таки бывают. Что... Чтобы эти салаты не портились. Что в них добавляют. Ампулки. И даже показывали. Открывают какую-то ампулку. И выливают в этот салат. Чтобы он летом не портился. А нам все равно. А нам все равно. Что водка, что вино, да? Ну, сегодня у меня и видео. 1 апреля, наверное, действует. Серьезно. День смеха. Вот. Ну, действительно. Это же нам показывали по телевидению, как делают салаты. Что-то добавляют они, чтобы они не портились. А мы продолжаем их покупать. А мы такие ленивые не можем себе приготовить. А мне кто-то говорит, это так долго. Это так долго. Это так долго. Нет, это невероятно долго. Приготовить тут салат оливье. Ну, с вечера приготовить, отварить и все. А утром за одну секунду почистить и порезать. Ну, а еще сядьте с семьей. Это вообще за одну минуту точно. Ну, не за одну минуту, но за десять минут вы приготовите салат. Это дольше, дольше одеваться и идти в магазин за тем салатом. Стоять в очереди, где неизвестно, кто чхал на тот салат. Так. С салатом все понятно. Значит, готовим сами, не ленимся. Что интересно. Ну, вот хрен. Мне говорят. Слушай, а зачем хрен делать? Ну, хрен-то, хрена полно в магазине. Я говорю, ну, конечно. Но он не тот. Не того вкуса. Я там в свой хрен добавляю лимонную кислоту, а там уксус. А если еще хрен, хрен делаю. Просто соус из хрена. Значит, натираешь хрен, ложишь его в сметану, и это супер соус. Такого в магазине не продадут вам. А полезный какой он. Для сосудов. Готовим хрен сами. Чтобы облегчить свой труд, мы берем, покупаем хрен, корешки. Чистим его. Моем, чистим. Высушиваем и замораживаем в морозиловку. В морозильную камеру положили. И потом, когда мы готовим кушать, мы уже все приготовили. Тут быстренько достаем палочку хрена. Одну, небольшую. Потерли ее. Добавили сметаны. И все. И вуаля. Очень вкусная, очень полезная еда. Никакого вот магазинного хрена такую пользу вам не даст ничего. А вот, собственно, и вот именно в таком вот варианте со сметаной это супер. Вау. Заодно и расскажу, у кого есть хрен на огородах. И он не может от них избавиться. Это в честь праздника, да? В честь первого апреля. Шутим. Но это не шутки. Как избавиться от хрена? Значит, срезаем под корень хрен. И смазываем скипидаром. Все. У вас хрен выведется с огорода. Где вам он не нужен. Но обязательно посадите новые сорта хрена. Сейчас такие шикарные новые сорта. Вот. В корни красивые. И по вкусу. Вот. А на сегодня все. Потому что много смеялась. Теперь плачу. Как всегда не хочется выходить из этого режима. Но надо. Завтра увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...